Сайт электронного правительства периодически выходит из строя из-за нагрузки. Это связано с переходом цонов на дистанционную работу. Сейчас сотрудники национальных информационных технологий устраняют неполадки. Между тем, в полладарском филиале Госкорпорации правительства для граждан заявили о новой схеме мошенничества. С подробностями Тимофей Голев. В социальных сетях мошенники предлагают жителям получить электронную цифровую подпись онлайн на примере вот таких объявлений. В среднем за услугу просят 2000 тенге, говорят в Госкорпорации. И призывают население не поддаваться провокациям. Нужно знать, что все операции на портале ЕГОВ должны проводиться лично. Передавать ЭЦП ключ, либо код, полученный от колл-центра 1414, при авторизации через одноразовый пароль третьим лицам нельзя. При авторизации на портале ЕГОВ через одноразовый пароль они просят получить код. И также просят тех, у кого уже имеется ЭЦП, просят ключ ЭЦП. Тем самым они могут завладеть вашими личными данными. То есть чем это чревато? Получив ваши личные данные, мошенники могут переоформить ваш автомобиль на себя, прописать ваше жилье чужих людей, а также, допустим, создать юридическое лицо сомнительного характера на ваше имя. А тем временем настоящую атаку от населения сегодня испытывает сайт электронного правительства. Нередко ЕГОВ, через который сегодня можно получить справки, недоступен. Это связано с режимом чрезвычайного положения. Соны прекратили обслуживание населения. Только консультации. Сотрудники национальных информационных технологий борются с этим. То есть они разрабатывают систему, чтобы она быстрее заработала. Но также сталкиваются с хакерами. То есть вот это вот немного замедляет процесс, но обещают, что заработает. В региональном представительстве госкорпорации просят жителей набраться терпения. И помнить, работники цонов свои услуги в социальных сетях не предлагают. Это мошенники. Тимофей Голик, Айрей Павлов, телекомпания Ирбис.